И не верь себе, если увидишь себя на время покойным от страстей, потому что они иногда приутихают на время в лукавое отчаяние, что, может быть, человек распустит сердце свое, полагая, что совсем избавился от них, и потом внезапно наскакивает на бедную душу и похищает ее, как малую птицу какую. Если окажется мощнее ее во всяком грехе, то смиряет ее без милосердия, ввергая во грехи пагубнейшие прежних, о прощении которых она молилась уже. Будем же стоять в страхе Божьем и хранить его, совершая дела свои и соблюдая все добродетели, какие возбраняют злоды врагов. Учитель наш, святый Господь Иисус, зная великую немилостивость врагов наших и жалея рост человеческий, заповедал в крепости сердца, говоря, будьте готовы на всякий час, потому что не знаете, в какой час вор придет, чтобы он внезапно пришедший не застал вас спящими. И в другой раз у час своих заповедал им, говоря, «Итак, внимайте себе, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими. Зная же, что лукавые духи много превосходят нас и показывая своим, что мочь противостоять им, есть его Божье дело, и что потому им нечего бояться, сказал им, вот посылаю вас, как овец среди волков. Но при том заповедал им ничего не брать в путь, поскольку он ничего не имели они из принадлежащего тем волкам, то они, волки, не могли их поглотить. Когда же возвратились они здоровыми и соблюдшими заповедь, он возрадовался с ними, благодаря Бога Отца за них, и, укрепляя сердце их, сказал им, «Я видел сатану, как молния спадшего с неба. Вот даю вам власть наступать на змеев, на скорпиона, на всю силу вражью, и ничто вам не повредит». Итак, послание его было со страхом и опасливостью, но когда они исполнили его заповедь, он дал им власть силою. Эти слова не к ним только относятся, но и ко всем исполняющим заповеди. Возлюбив их совершенной любовью, он сказал, «Не бойся, малое стадо, ибо благоволил Отец ваш дать вам царство. Продавайте имение ваше, давайте милостыни. Приготовляйте себе влагалище невешающее, сокровище неосудивающее на небесах». Когда же они исполнили это слово, сказал им, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, удостоверяя их всем». Он говорил, «Если кто любит меня, слово мое соблюдет, и Отец мой возлюбит его, мы придем к нему, и обитель у него сотворим». «Водушевляя их, не страшится мира, он сказал им, «В мире будете иметь скорби, но мужайтесь, я победил мир». «Укрепляя их, не падать духом в скорбях, сказал им, вливая радость в сердца их, «Вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да едите и пьете за трапезою моею в царстве моем». 25. «Это же сказал он не всем, а потерпевшим его в искушениях». «Но кто такие, потерпевшие Иисуса в искушениях, если не стоящие против неестественности страстей, пока не оттекут их?» «Сказал это он им, идя на крест. Почему желающие есть и пить на трапезе его, да сшествуют ему на сей крест? Ибо крест Иисуса есть обуздание всякой страсти, пока не оттекут их все. Это-то и возлюбленный апостол от тех, что их дернул, сказать, «Христовы, те, которые распяли плоть свою со страстями и похотями, посему живу уже не я, но живет во мне Христос». Итак, тех, которые истребили страсти, живет Христос. «Почему у тебя чад своих?» Это же апостол и сказал, «Которая суть Христовы?» Они распяли пласть со страстями и похотями. «И Тимофею чаду своему он говорил так, «Если с ним умерли, то с ним и оживем. Если с ним терпим, то с ним и воцаримся. Если же отвергнемся, то и он отвергнется нас». Кто же такие эти, отвергающие его, если не те, которые творят воли свои плотские и посрамляют тем святое крещение? А имени его дается нам оставление грехов. Но враг по зависти опять порабощает нас через грех. Почему Господь наш Иисус Христос, зная изначало злобу его, что она велика, приложил нам покаяние до последнего издыхания. Если бы не было покаяния, едва ли бы кто спасся. И апостол, зная, что есть грешащие, и после крещения сказал, «Кто крал, спритник ради». Итак, имея на себе печать святого крещения, постараемся оставить грехи свои, да найдем милость в день тот. Ибо приблизился и грядет Господь, сидя на престоле славы своей. И соберутся перед ним все племена. Тогда каждый явен будет, что он такое по собственному светильнику, державому в руке своей. У кого не будет елея, у того светильник погаснет, и он будет сдержан во тьму. А у кого светильник будет светел, тот войдет вместе с Господом в царствие. Постараемся же, возлюбленное, наполнить сосуды наши елеем, пока еще мы стели, чтобы сиял светильник наш, и мы вошли в царствие Господа. В сосуд есть покаяние, находящийся в нем елей, суть дела всех добродетелей. Светлый же светильник, есть святая душа. Итак, какая душа сделается светоносной посредством дел своих, та войдет в царствие вместе с Господом. А какая душа мрачена собственной своей злобою, та пойдет во тьму. Подвязайтесь все же, братья, ибо время наше близко есть. Блаженство имеет заботу о всем. Плод созрел, и время жатко настало. Блаженство сохранил плод свой, потому что ангелы соберут его в вечную житницу. Горе же тем, которые суть плевела, потому что их наследует огонь. Наследие мира этого, золото и серебро, домы и одеяния, они только в грехи нас вводят. Отходя же отсюда, мы оставляем их. А Божие наследие безмерно, каково ни глаз не видал, ни уха не слышало, и на сердце человеку не восходило. И его-то даровал Господь, слушающимся его в краткое время это, и получающим его за хлеб, воду и одежду, какие доставляли они нуждающимся, за человеколюбие и чистоту тела, за неделание зла ближнему, за незлобивое сердце и за исполнение прочих заповедей. Соблюдающие это и в семь веки имеют покой и пользуются почетом от людей, и когда выйдут из тела, радость вечную получат. А которые творят хотение свои в грехе и не каются, но в сластолюбивых развлечениях и самопрельщении удовлетворяют худым влечениям своим слова охотства, болтливости, бронливости, спорливости, немилостивости к бедным, при безбоязвенности суда Божия и прочих грехов, таковых лица будут исполнены посрамления в семь веке, и люди будут презирать их, и когда выйдут из тела, срам и сцеп будут сопровождать их в геенну. 32. Силен же есть Бог подобить нас преуспеть в делах Его с соблюдением себя от всякого дела лукавого, да возможен спастись в годины искушения, имеющие прийти на весь мир. Ибо немедлит Господь наш Иисус, но придет, имея с собой воздаяние, и нечестивых пошлет в огонь вечный, а своим даст награду. И войдут они вместе с ним царство его и упокоятся в нем во веки и веков. Аминь. Слово 18. О помыслах при отречении от мира и странничестве. Первый пред всеми подвиг есть странничество, и особенно когда, удалившись на уединение, оставишь свои, в другое место пойдешь, неся веру совершенную и надежду, и крепкое сердце против своих пожеланий. Ибо обступят тебя тогда кругом враги во многих кругах и начнут устрашать тебя искушениями, жестокой бедности и болезнями, внушая, что если впадешь в них, то что будешь делать, не имея никого, кто бы попекся о тебе или знал тебя. Это благость Божия испытывает тебя, чтобы обнаружилась ревность твоя и любовь к Богу. Если ты, наконец, решительно установишься жить уединенно в теле, то враги начнут всевать в тебя еще более тяжелые помыслы страшливости, говоря, «Не одно странничество спасает человека, но исполнение заповедей приведут при этом тебе на память некоторых близких к родным своим по плоти». И скажут, что ж, «Эти вот не рабы ли Божия суть, будут влагать при том сердце твое помыслом, о неблага растворенности воздуха в том месте и тягостности для тела, пока не изнеможет сердце твое от малодушия. Но если в сердце твоем приводит неразлучная любовь и упование, то злоба тех внушителей ничего не сделает тебе. Так обнаружатся старания твои перед Богом и то, что ты его любишь более, чем покой плоти своей. Тех, которые претерпевают прискорбность странничества жизни на чужой стороне, скорбь приводит к упованию, и упование сохраняет их от тех искушений, которые по плоти. Ибо ты не просто удалился на чужую сторону, но чтобы уготовить себя поднять труд борьбы со врагами и научиться каждого из них отражать в свое время, пока, достигши покоя и бесстрасти, не освободишься от них, победив каждого в борьбе в свое им время. Велико, думаю, и честно есть победить в тщеславии и преуспеть в познании Бога. Спадший в храмоту всей лукавой страсти, тщеславие чужд бывает мира, и жестокосердие сердцем коспитым. В конце же зол своих впадет в гордость злую и в заботу лгать словом о боли и лицемерством. Ты же верный раб, имей труды свои скрытными и с сердечным болезнованием при обуздании языка опекись о том, чтобы язык не похитил их и не предал врагам твоим. Кто стяжал смиренно-мудре, тому Бог открывает греки его, чтобы он признал их, признался в них и раскаялся. Если затем присоединиться к этому пласть и пребудут в нем оба эти признания грехов и плачь, то они изгоняют из души его демонов и напитают их своей чести и своими святыми добродетелями. Таковому нет заботы о поношении человеческом. Собственные грехи непрестанно помнимые, бывают для него всеоружием, охраняющим его от гнева и от мщения. И он терпеливо переносит все находящее. Ибо какое поношение может коснуться его сердца болезненно, когда так срамным себя имеет он перед Богом, держа перед лицом своим грехи свои? 6. Если ты не сможешь снести слова близнего твоего и отомстишь ему, то брани воздвигнутся в сердце твоем, болезнь в сердце твоему, причиняя тем, что слышал ты, и о том печалиться заставляя, что сам сказал. И станет гнести тебя пленение этой страсти, заставляя тебя ублажать безмолвствующих уединений и ожесточая сердце твое к ближним, как не имеющим любви. Но восприни подвиг стяжа долготерпения, и оно победит гнев. А любовь увращует оскорбление. Молитва же к Богу сохранит в тебе сие добродетели. Любовь и долготерпение уничтожают естественный гнев. И если они пребудут в тебе, то вместо того, чтобы гневать тебя на ближнего, ты станешь гневать тебя на демонов. К ближнему же мирен будешь, имея в себе плач и смиренно мудрия. Могу честно сеть жестокое слово человека, грубого и неразумного, ради Бога и ради мира помыслов. Этот наречется сыном мира. Так он осилен хранить всегда мир души, тела и духа. В ком эти три вступят в согласие между собою, в ком пристанут помыслы, вооружающиеся против законов ума, и упразднится пленение плоти. Тот наречется сыном мира и вселится в него дух святой, ибо его он соделался и не отступит от него. Блаженны те, кои с труды разумно установлены, ибо они таким образом избавили себя от всякого отягощения именовали все лукавства демонов, особенно демонов боязливости, устрояющих человеку припоны во всяком деле благом, на которые он налегает, вергая ум в леность, когда он придается неусыпному вниманию к Богу, чтобы как-нибудь отклонить его от этого пути трудов ради. Но думаю, что если будут в нас любовь, терпение и воздержание, то они, враги, немало не успеют в этом, особенно если ум, сознав, что лень все не извращает, презирает ее. Если ты оставил все видимое вещество, то блюдись от демона печали, чтобы по причине скудости во всем и прискорбности жизни не лишиться тебе возможности преуспеть в великих добродетелях, которые суть. Немерение себя, ни во что себя изменения, перенесение поношений и нежелание именитости ни в каком мирском отношении. Если потрудишься стяжать такие расположения, то они уготовят венцы души твоей. Не те только нищие, которые, отрехшись от всего, обнищались видимым, но те, которые обнищались всяким злом и всегда алчат памяти Божией. И не те, если живают бесстрастия, которые имеют видимый скорбь, но те, которые пекутся о внутреннем человеке и отсекают свои пожелания, они примут ленец добродетелей. Стой же над сердцем своим, внимая чувствам своим, и если мирно будет мир, стой тебе память, то ты будешь вызревать воров, покушающихся окрасть его, строго внимающий, помыслом узнает, хотящих пойти и осквернить его. 11. Если печешься за поведях с горящим сердцем, то поймешь, в каких видах возмущает тебя производящая мятеж в помыслах твоих, внося малодушие, избрать другое место, не представляющее себе ничего, почему бы избрать его следовало. И на случай неудачности выбора, внушая, если раскаемся, опять здесь сядем, а не возмущает ум, чтобы он мечтал, носясь туда и сюда, как метеор, и оставался праздным. 12. Познавшая же их злокозненность, пребывает невозмутимыми, благодарение восставая Господу за то место, в котором дал он им в терпении проводить дни свои. 14. Ибо терпение, мужество и любовь за труды и поты благодарны бывают, а леность, молодушие и любовь в покое ищут место, в коем прославиться могут. И бывает с ними, что по причине славы от многих немощными делаются чувства их. в следствии чего плен страстей угнетает их, и они теряют сокровенное получение по причине рассеяния ума и довольства всем. Сказал еще святой, если ум, прежде чем чувство успокоится от немощи, от болезни, страстями, восхочет зайти на крест, то гнев Божий грядет на него за то, что начал дело выше силы своей, не уврачевав прежде чувств своих. «Если сердце твое влаится, и ты не знаешь, как укропить его, то знай, что дело не от этого таково, что хочешь ты или не хочешь, увлекает его сердце. Это есть неестественность Адамова». «Если сердце твое всем существом своим возненавидело грех и отстало от того, что порождает его, и ты положи перед собой мучение вечное с разумом отстранился от всего, что влечет к нему, к греху, и молишься с разумом Создателю своему, да сопребывает он с тобою, ничем его не опечаливая, но плачет перед ним и говоря, «Дело Твоей милости есть избавить меня, я же без помощи Твоей не имею сил избежать от рук их, врагов моих, и при этом внимаешь сердцем своим, чтобы не опечалить и того, кто учит тебя по Богу». То есть по естеству Иисуса, ибо если человек и все сотворит, послушание же, смирение и терпение не приобретет, то уклоняется в то, что не по естеству. Но придай все сердце свое послушание Богу, молясь Ему в истине и говоря, «Господи, перед Тобою я, удостой меня познания воли Твоей, ибо сам я не знаю, что мне полезно. Ты побори врагов моих, ибо я не уразумеваю злокозненности их». Если ты будешь делать то, что по естеству Иисуса, то Он не попустит тебе заблудиться ни в чем. Но если ты одну какую заповедь сотворишь, а не предашь Ему у себя всецело в послушание, то Он немало не попечется о тебе. Как поле не противоречит возделателю своему, когда он очищает его от плевел и сеет на нем семена по естеству настоящие, таков будь и ты в отношении к Господу. И как не могут естественные семена возрастать вместе с неестественными, будучи заглушаемы ими, ибо плевелы бесстыжие их, так если не очистишь ты себя от плотских пожеланий, то не можешь сохранить себя от греха. Не можешь сохранить себя от греха, если прежний сохранишь себя от того, что порождает его. А это вот что есть. Молодушие есть злая матерь греха. Уныние рождает волю свою. Своя воля и расширение, то есть ограничение, стеснение не терпит. Любит расширяться, рождает презрение ко всему должному. Вот стану я это делать. Господь, желающая широту возлюбившее сердце, порождает любовь к мирским беседам, порождает желание искать неподобающего тебе и неполезного, порождает отдавание слуха своего осуждающему брата, порождает навык слушать слова одного и передавать их другому, порождает искание того, что есть от мира сего, порождает желание учить, когда не спрашивают, порождает желание уколоть близнего, порождает много и других зол. Итак, кто преуспел или желает преуспеть, да хранит себя сразу от всего этого, что порождает грехи, и грехи сами собой ослабеют, подвязающиеся видят их грехи и гореч их, а не брегущие о спасении готовят себе ад. Боящийся изнеможения тела от подвига не достигнет состояния, которое есть по естеству, но если он припадает к Богу во всяком труде своем, то Бог силен успокоить его. Если б Гегион не сокрушил водоносов в сути 7.19, то не увидел бы света лампад, так если человек не презрит тело своего, то не увидит света божества. Так и Аиль жена Хавера Кинеева, если не выдернула кола из кущи, то не сокрушила бы гордыни сесары. Судей 4.21, 18. Когда ум возьмет силу и уготовит себя следовать любви, погашающей все страсти плоти и тела, так как она долго терпит, милосердствует, ненавидует заведение и гордость, не мыслит сердце своем ничего, что ниже естества, не допускает завладеть умом ничему противоестественному, тогда он этой силой и ее противоборствует неестественности, пока совсем не отторнет ее от того, что по естеству. Когда же таким образом ум воспримет господство, тогда бывает он главою души и научает ее не принимать ничего, что не по естеству, поведая все несправедливости, какие наделало ей то, что не по естеству, во все время, как оно было смешано с естественным. Владыка наша Иисус, когда сотворил милость святым своим, совершил домостроительство спасения, разделил на кресте разбойников, их было распято два, и он посреди их. Тот, что был по левую сторону, возмущался, видя, что разорвется нечистая дружба с тем, что был по правую сторону. Бывший по правую сторону, обратился к Иисусу со смирением и страхом сказал, помяни меня, Господи, когда придешь во царствие твое. Из этого явно, что они уже не друзья, и тот, который слева, не может склонить на свою сторону, висящего правой стороны своими внушениями. Не достигшие же этого термина, пути падают и восстают, пока придет на них милость Божия, и не могут они спастись, если не придет на них милость эта. Итак, позаботиться надобно со страхом и смирением прийти в сознание, подобно тому, который с правой стороны. Смиренно мудрее дает силу переносить уничижение. Когда кто отделит себя от левого, тогда познайте верно и все грехи свои, какие наделал перед Богом, ибо не видит он грехов своих, если не отделится от них отделением горьким, сболезнованием сердца. Постигшие же сию миру, эти обрели плач и молитву, и то, что стыдится перед Богом, воспоминая о лукавом своем содружести со страстями. Силен же есть Бог укрепить сокровенно трудящихся смирений, ему честь и слава во веки веков аминь. Слово восемнадцатое. Святейший апостол заповедовал чадом своим, Господь близко, ни о чем не заботьтесь, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий доводворится в сердцах ваших, филиппийцам 4, колоссиам 3. И Господь в Евангелии от Марка говорит ученикам своим, прощайте грехи должникам вашим, чтобы и ваш отец отпустил вам грехи ваши. Страшно это слово Господа, по нему, если видишь, что сердце твое не ко всему чисто, то и не проси ничего у Бога, потому что оскорбление ему приносишь тогда, когда будучи грешен, имея печально подобного тебе человека, говоришь испытующему сердца, оставь мне грехи мои, как и я оставляю. Таково и не молится умом, но одними устами в неведении, ибо желающего истину умом молиться, Богу в Духе Святом чистым сердцем испытывает сердце свое, прежде чем станет молиться. Беспечально ли оно в отношении ко всякому человеку или нет, и если оно не беспечально, то он сам себя обманывает молясь, ибо нет слышащего его молитву, тогда ум твой не молится, а по обычаю исправляется установленные часы. Итак, желая чисто совершать делание молитвы, испытывая прежде ум свой, что в нем, чтобы когда говоришь помилуй меня, и сам ты миловал просящего тебя, когда говоришь прости мне, и сам ты бедный прощал бы, когда говоришь не помяни прегрешения моих, и сам ты не помнил грехов ближнего твоего, когда говоришь не помяни зла, воли и неволи моих содеянных, и сам ты бы не помнил со стороны ближнего, если так нужно, то и помышлять ты ничего не должен ни на какого человека, если ты не дошел до того, чтобы так делать, то напрасно молитва твоя, прости мне, Бог не услышит тебя по всем писаниям, сказал еще Господь Евангелие от Матфея в молитве и оставь нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. А в Евангелии от Луки сказал, если отпускаете человеком согрешение их, то отпустит и вам Отец ваш небесный согрешение ваше. Так, отпущайтесь и отпустится вам. Как бы так, я всю любовь отдал тебе, чтобы ты чего желаешь себе от Бога сделал только прежде сам ближнему твоему и тогда освобожден будешь какой успел ты сделать тоже в отношении к людям. Если ты очистил сердце своего отношения ко всякому творению Божию разумному, чтобы не запамятствовал ни на кого, то должен сохранять это. Ибо Бог есть истина, а не слова, только языка. И так всякий человек сам себя вяжет в гиенну и сам себя разрешает от нее. Ничего не жесточе воли к смерти ли она устремится или к жизни. Блаженны те, которые возлюбили жизнь вечную, когда они не притыкаются. И так подвязательно лежит в труде и поте, сокровенно сердце против томящего тебя помысла, чувства оскорбления, чтобы не попустить стреление его, уязвить сердце твое. Но трудно тебе будет оврачевать его, если не будешь ты всегда иметь перед очами своими грехов своих. Когда услышишь, что кем-нибудь ученен на тебе зло некое, противопоставь ему доброе желание свое, не воздать ему сердце своем, не поносить его, не осуждать и не оглашать, передав его в уста всех, и не думай после всего, во мне нет ничего худого. Если тебе есть страх гиенны, то он препобедит тебе злые помыслы, внушающие тебе воздать ближнему твоему, говоря тебе несчастны. Молишься ты о грехах своих, и Бог на ближнего, бросаешь его в уста всех. Не явно ли, что ты не раскаян во грехах своих, когда никакого не имеешь в сердце своем снисхождении к ближнему? Итак, если униктится сердце твое, и ты сохранишь себя от всякой злобы на брата, то будет тебе милость от Бога. Если же сердце твое лукавое жестоким пребудет к ближнему твоему, то знай, что не пришла еще память твоя прости мне. Я нищ и уничижен грехами, и когда пишу это, стыдом покрывая лицо мое в сердце своем. Если не достигнет человек состояния по естеству Сына Божия, напрасны все труды его. Земледелец сеет семена свои, ожидает собрать их в большем гораздо количестве. Но если случится тлетворный ветер, то непрестанная печаль бывает в сердце его, что и семена, и труды над обработанием земли пропали даром. Святой Петр Апостол в распятый в Риме просил, чтобы его повесили вниз головою, показывая тем таинство неестественности, овладевшее всяким человеком. Он через это сказал, как бы, что всякий крестившийся обязуется распять злые неестественности, постигшие Адама, и неизвергшие его со славы его в злое поношение и срам вечные. Почему надлежит уму мужественно подвязать и возненавидеть все видимое человеком, как неестественнее ему, и враждовать против того горчайшей ненавистью до конца. Вот главные страсти неестественной человеку, овладевавшей всеми сынами Адама. Прибыль, честь, покой, величание тем, что оставишь наконец. Украшение тела, чтобы оно было чисто, благообразно, изыскание добрых одежд. Все это питает похотную сласть, которую змея вложил в уста Евы, из чего мы и познаем, что есть сыны Адама, из этих злых помыслов, соделавших нас врагами Божьими. 8. Итак, блажен распявшийся, умерший, погребенный и воскресший в обновлении, когда увидит он себя сущим по естеству Иисуса и по следующим святым стопам его, которыми шествовал он, быв человеком на земле для работников своих святых. Его черты суть смиренно-мудрее, бедность, нищета, нистяжательность, прощение, мир, перенесение, поношение, без попечения о теле и не боясь наветов злобствующих. Самое же великое есть знание всего прежней событий и долготерпения к людям в кротости. Достигший этого и отребивший от себя неестественность, явно показывает, что он есть из Христа Сына Божия и есть брат Иисуса, которому подавает слава и поклонение во веки веков. Аминь. Слово девятнадцатое о страстях. Желательно мне сказать с пророком Исаио, терпел как рождающие, доколе иссушу и истреблю вместе. Исаи 42-14 Если сознаешь, что бьет в тебе источник Святого Духа, то это есть знамение, что они сохли и погибли в страсти, как сказал Спаситель наш, что Царствие Божие нет мира сего, но оно внутрь вас есть. Есть некоторые говорящие о царстве, но не творящие их. Есть и другие творящие дела царствия, но не со сторожением, вниманием и разумом. Каких же это совершалось слово Спасителя, что оно внутрь их есть? Таких немного. Они редки и трудно находимы. На таковых не шел Дух Святой Божий, и исполнилось на них слово евангелиста Иоанна, что верующим во имя его дал он власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Они избавились от печали, постигшей Еву в болезнях, рождающей детей. Эти избавились от горького определения шедшего на Адама, что прок эта земля в делах твоих. Эти суть, приявшие радость, какую приняла Мария, Дух Святой найдет на тебя. Как печаль постигла Еву и постигает все семья даже до ныне, так опять радость объяла Марию и объемлет семья даже до ныне. И как были мы некогда сынами Евы и познавали проклятие ее, и на нас через помыслы наши бесчестные, так опять должны мы познавать себя, что мы рождены от Бога через помыслы Духа Святого и через страдания Христового. Если не в самом деле есть в теле нашем, его написано в апостоле, испытывайте себя, Христовы вы, разве только вы не то, что должны быть.